Всем привет. Начинаем презентацию нашей новой концепции CSX. Начнем, наверное, с самого популярного типа ловли. Это ловли на джиг. Поэтому представляю серию Абсолют, концепция CSX. Спиннинг сделан специально, исключительно для ловли на джиг и на радлина. Чем характерно? Ну, я не знаю, смотрели вы ролик CSX или не смотрели. Там я уже рассказывал, почему именно X, почему именно CS. Сразу хочу сказать, показываю на паху, что вот это не перекрестный припроект. На самом деле, он внутри. Это декоративная косметика, которая просто красива, не более того. Все, что интересно, оно находится вот там внутри, под лаком, под обмотками и под прочими делами. Что такое, соответственно, удилище Абсолют серия? Это две длины 7 футов 9 дюймов, то есть 2,36. Типичный классический лодочный вариант, когда у вас небольшая лодка и надо ловить на джиг. Либо, когда у вас не требуется дальний запрос, все это там, условно, относительно пределах 50 метров. Вот для этого эти модели и сделаны. Вторая длина, это 8 футов 4 дюйма, то есть 2,54. Сделана длина специально. На самом деле, у нас береговые длины популярны 8 футов 6 дюймов, то есть 2,59. 9 футов это 2,74. Вот если внимательно посмотреть, то 2,54, 2,59 разницы в длине удилища практически нет. При условии, что абсолютно не очень длинные рукоятки. А вот в плане ловли не только с берега, но и с больших катеров, вот эта вот длина, я считаю, максимально оптимальна. То есть, получается следующим образом. 79, небольшая лодка короткой дистанции, 84, большие катера, береговая ловля. Что такое абсолют вообще в принципе? Джиг, джиг, еще раз джиг и джиг брутальный. То есть, эта палка, скажем так, не для ловли москворецких огоньков зимой на помойке. Это именно спиннинг, который позволяет работать разными приманками, в разных условиях, но который даже в самом легком своем тесте 8,28 позволяет брать реально хорошую рыбу. Ну, то есть, там, пятерочка для него, это не сильный соперник. Рекорд у меня того, что держал, правда, не взял из-за коряк, было больше 10. Вот конкретно вот на этой ботеке, которая у меня в руках, 79. Проблем с мощностью, с вываживаниями, я не заметил никаких. При этом же, когда там садится на эту же палку, там, охунек грамм в 200-300, он спокойно доставляется до берега. Это говорит о том, что в принципе спиннинг рыбу держит. И вся серия именно сделана с этим акцентом. Что нам надо от джиговой палки? Нам надо сделать заброс, дальний и желательно точный. Нам надо сделать правильную проводку с подрыгами, при необходимости. Возможно, это будет проводка ратлином. Там, понятно, гораздо больше еще вариантов проводки. Вот. Нам нужно будет, очень важно, просечь рыбу. Потому что сейчас очень много спиннингов, которые в руке, там, легкие, изящные, прекрасные, великолепные. Вот только рыбу они не секут. Не про абсолют, абсолютно, тема. И нам надо эту рыбу довести до лодки, либо до берега и в головочную здесь. Поэтому вот несколько лет разработок. Несколько разных вариантов образцов. Я бы сказал, правильно, 10 разных. И получилось то, что получилось. Значит, основные моменты. Абсолют. Строй. Строй абсолютно реверфаст, но ближе к фасту. За счет достаточно модульных, интересных материалов и композиции получилось сделать так, чтобы вершинка была не, с одной стороны, относительно мягкой, с другой стороны, имела достаточную динамику, чтобы быстро возвращаться назад и передавать в руку касание приманкой дна, либо поклевку, либо все остальное. Поэтому, если внимательно посмотреть, вот, 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 вот. Это, это вот почти у нас. Я бы не сказал, что фаст. Это ближе, все-таки, наверное, к рыбуерфасту. Ну, уже так близко к фасту. Раз. Два. Средняя часть. Достаточно мощная. Средняя часть, если вы не в курсе, у нас отвечает за посечку. Вот здесь, с этим планом все хорошо. Судаку можно оторвать голову, щуку пробить на вылет, а все там, абсолютно не напрягаясь. Ну, и комель. Комель, это у нас что? Это у нас заброс, рычаг. Это у нас контроль при вываживании, и это отработка при вываживании. Так как это SCS-X, то есть приправе здесь X-образный, невзирая на то, что комель кажется достаточно жестким и мощным, он великолепно отрабатывает в вываживании. Теперь давайте поговорим о таких простых, с одной стороны, вещах, с другой стороны, которых всегда все интересуют. Что же у нас здесь за кольца? Кольца меня наконец-то уломали поставить Fuji Alconet. То есть, на абсолюте, Fuji Alconet. Катушку-держатель Fuji ставить не стал. Нашел очень интересный вариант джигового, в моем понимании, джигового катушку-держателя, который очень хорошо лежит в руке, который удобен и который достаточно надежен. Держаки крашеные, но это больше косметики, как бы тут просто ради красоты самой палки. Помодельно. Значит, я уже сказал 4,79, 4,84. Тесты у них очень простые. 8,28. Это стоящая вода, джиг в коряжнике, джиг на открытом месте, без разницы. Мощности комля и мощности, как бы, всей палки хватает на то, чтобы сделать проводку именно вот и в коряжную проводку, когда надо перебрасывать приманки, с одной стороны. С другой стороны, сам строй позволяет работать реально с весами от 8-10 грамм в зависимости от толщины плетенки и небольшими приманками. Если приманка большая, то тогда, конечно, можно ставить веса и меньше. Но, скажем так, по классике жанра, у 10-12 граммов приманки поставить и 8 дюймов, ну, будет уже тяжеловато. Конкретно модель с тестом 8,28 в двух длинных ориентирована, как я уже сказал, на стоячую воду и на очень слабое течение. То есть, это варианты водохранилищ, где нет течения больших озер, скажем так, мест, где реки замедляются, когда мы ловим там тоже щуку на глубине, скажем так, там 4-5-6 метров, нам нужны именно веса 8, 10, 12, 14 грамм. При этом же 28 можно смело ставить, проблем вообще никак нет, палка не валится, палка сечет, палка работает. Следующая модель это 10-35. Опять же, ну, как я сказал, в двух длинных. Что такое 10-35? Это речная ловля. Это ловля как раз на течении. Сам спиннинг сделан именно в первую очередь под это. Строй рассчитан на то, что мы ловим относительно объемными приманками на довольно серьезном течении. Для чего это сделано так? Скажем так, есть проблема, что на сильном течении при использовании небольших весов обычные, относительно легкие по тесту палки просто валятся. А более тяжелые, они как бы не дают тебе возможности нормально работать легкими весами. Здесь сделано именно так, что ты ставишь 10 грамм, ставишь там 3-4 дюймовую приманку и смело, четко контролируешь всю проводку, всю работу на течении, на небольшой глубине. Следующая модель это у нас 14-46. Это у нас уже идет классика судакова, скажем так, жанра. На относительно небольшой глубине и на очень большое на течении. Уверенная работа во всем диапазоне. Хочешь ставить 14, хочешь ставить 46 плюс 3 дюйма. Ну как и все эти палки. Момент такой, что 14-46 несколько пометнее уже естественно, потому что тест больше и делать прямо фаст-фаст или там что-то между реверфастом и фастом, как в данном случае на абсолютах, не нужно. Да, палка реверфаст, вершинка относительно смягченная, но уже, скажем так, способная работать именно с не легкими весами и делать уверенный подброс. Потому что судаковая ловля зачастую это именно подброс. Ну и последняя модель это 16-70. В первую очередь, тяжелые веса и биг бейт. То есть вот крупная резина, которая сама по себе там весит 50-40-60 грамм с определенной головой, вот как бы это ее основная задача. Хотите ловите на джек, там 60-70 граммовыми головами, вполне нормально себе. Но гораздо интереснее эта палка себя проявит именно в относительно не тяжелых головах, но при этом в очень больших объемных приманках. Ну, собственно говоря, это и нынешние тренды моды, во-первых. А во-вторых, просто у Nord Stream были спиннинги подобного класса, только в более дорогом варианте. Вот здесь более бюджетный, более бюджетная модель, которая уже позволяет как бы четко и уверенно ловить такими приманками. Пока до 70 будет спрос, сделаем и до 100, и до 120 проблем вообще никаких нет. Собственно говоря, вот это вот все про Абсолют. На этот спиннинг было ловлено, переловлено летом 20-го года очень много рыбы. Вот. Разный, и по размеру, и по, скажем так, сдержанию, и щуки, судаки, окунь. Что еще? Последний, наверное. Я целлю спиннинги, которые бросают легко и сами. И всегда стараюсь делать тот строй и те определенные места в бланке, которые отвечают за легкий и дальний заброс, всегда стараюсь на этом деле сакцентироваться, чтобы палка кидала сама, чтобы она была вкладываться. Вот при всем своей брутальности, скажем так, Абсолют кидает легко и сам. Наверное, на этом все. Более серьезно, более подробно готов ответить на вопросы, если они возникнут по каждой модели. А так, всем не хвастаньте шуи. Все, всем пока. До встречи на канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok